Шалом! Израиль был народом Божьим, но с пришествием Христа этим народом стала церковь. Поскольку у Бога при этом может быть только один народ, Израиль народом Божьим, соответственно, больше не является. В конце концов, Израиль отверг Божьего Сына Иисуса Христа и этим сам лишил себя этого привилегированного статуса, статуса народа Божьего, который перешел к принявшим Христа, то есть к церкви. И таким образом вместо Израиля народом Божьим стала и по сей день является церковь и только церковь. На чем стоит это рассуждение? Оно стоит на двух посылках. Посылка первая. У Бога может быть или даже был всегда и всегда будет только один народ. И посылка вторая. Бог поступил с Израилем так, как Израиль поступил с Сыном Божьим. Евреи отвергли Христа, за это Бог отверг евреев. Ну, со второй посылкой все более-менее понятно, если читать послание к римлянам, особенно главы с 9 по 11. Там апостол Павел объясняет, что, во-первых, Бог не отверг Израиль, а во-вторых, неприятие Израилем Ешо или отвержение Израилем Ешо было запланировано самим Богом. Хотя додуматься до этого чисто по-человечески совершенно невозможно. Но Бог на то и Бог, а не человек, что делает вещи совершенно не по-нашему, а по-своему, по-божьей. И отвержение Израиля Ешо характернейший тому пример. Одна из тех вещей, которые Павел называет тайной. То же самое слово, которое он употребляет применительно как к самому Богу, так и к Мессии. То есть вопрос, принципиально недоступный человеческому разуму без откровения Божьего. Впрочем, об этом сказано и написано уже много, поэтому перейдем к первой посылке. К утверждению о том, что у Бога всегда есть только один народ. Так ли это? По всей видимости, да. Прежде всего, Писание нигде не указывает на то, что у Бога когда-то было или будет 2, 3, 4 или 24 народа. В Танахе народом Божьим является исключительно Израиль, причем так было с самого начала его истории. Например, когда Бог предлагает Моисею произвести от него, то есть от Моисея более покладистый народ, он намеревается предварительно уничтожить Израиль, то есть потомство Авраама и Ицхака и Якова. То есть прежде чем размножать Моисея, Господь Бог должен уничтожить потомство Авраама, работать одновременно с двумя племенами, он, очевидно, не собирается. В Танахе, впрочем, есть одно место, где народом Божьим названы не евреи, а угадайте кто. С трех раз попробуйте угадать. Раз, два, три. Правильно, египтяне. Те самые египтяне, от которых мы убежали много тысяч лет назад. В 19 главе Исаия, стихе 25, черным по белому написано следующее. Благословен народ мой, египтяне. Совершенно шокирующие слова для еврея, но лишь на первый взгляд, потому что весь стих целиком, а еще лучше весь отрывок целиком, звучит так. В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, памятник Господу у пределов ее, и будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителей и заступника, и избавит их. И Господь явит себя в Египте. И египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и он услышит их, и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря, благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль. Конечно, здесь речь идет о будущем веке, когда Израиль будет не единственным народом, знающим Господа Бога. Ради усиления эффекта в этом списке он стоит не первым, а третьим, чтобы подчеркнуть, что Бог любит не только евреев, и сделает по-человечески совершенно немыслимую вещь, то есть, что у нас здесь, на Ближнем Востоке, будет тишь, гладь и Божья благодать. Очевидно, это мессианская эра уже во всей ее полноте, ну или в следующей фазе, если, конечно, вести отсчет мессианской эры от рождения Ешу. Однако, в принципе, этот мир между евреями и неевреями, о котором здесь говорит Исайя, в принципе, он уже существует, как некоторые говорят, в духе, он существует уже сегодня, в духовном мире. В настоящее время народ Божий – это та маслина, о которой Павел пишет в 11 главе своего послания к кремлинам. Маслина, состоящая из природных ветвей евреев, а также из привитых к ним нееврейских ветвей. И в Евангелии от Иоанна Ешу говорит пророчески о том, что будет одно стадо и один пастырь. Другие овцы, которых он приведет в свое стадо, это неевреи, которые присоединятся к его еврейским ученикам. Но ясно, что он подчеркивает, что есть не 10 пастырей, а один пастырь, и у него не 10 разных стад, а одно стадо. То есть мир и единство. Замечательно, да? Одно стадо еврея, нееврея, верующие в Ешуа, и вместе образующие единый народ Божий. А как же быть с неверующим в Ешуа, Израилем? Он часть этого стада или нет? Нет, ведь это стадо те, кто верит в Ешуа. Однако, как мы уже сказали, хотя Израиль отверг Ешуа, Бог не отверг Израиль за это. Так что же, является Израиль, неверующий в Ешуа, народом Божьим или нет? Мы оказались между двух огней. Скажем, что Израиль имеет статус народа Божьего без веры в Ешуа, отречемся от Евангелия. Получится, что можно принадлежать Богу, не веря в Ешуа. Получается, что Ешуа приходил или напрасно, или только ради спасения нееврея. Скажем, что Израиль не имеет статуса народа Божьего без веры в Ешуа, погрешим против верности Бога своим заветам, которые он заключил. Получится, что Бог из-за непризнания Израилем Ешуа, Бог отверг Израиль. А это не так. Итак, эдак мы пойдем против написанного. А третьего варианта, что народом Божьим является и Церковь, и Израиль нет. Где же выход? Чтобы найти его, я предлагаю внимательно рассмотреть утверждение о том, что вообще какая-то группа людей является народом Божьим. Во-первых, что такое народ Божий или человек Божий? Это кто? Это те, кому Бог выдал справку о принадлежности к нему. Бог справок не выдает. Справки выдаем мы с вами. Кому они нужны, это другой вопрос. По всей вероятности, риторический вопрос. То есть, никому наши справки не нужны. Но кто же все-таки народ Божий? Выражение «народ мой» появляется в Библии впервые в книге «Исход». Бог говорит Моисею, «Я увидел страдание народа моего». Дальше фараон, он говорит через Моисея знаменитые слова «Отпусти народ мой». Если вы помните знаменитую песню Луи Армстронга «Let my people go». Но только после исхода у горы Синай он поясняет, Господь Бог поясняет, что это выражение означает. «Вы», говорит Господь Бог Израилю, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Итак, народ Божий – это народ, отделенный Богом для себя. То есть, святой народ. С какой целью Израиль отделен от других народов? Чтобы быть царством священников. Каким образом Бог отделил Израиль? Об этом можно говорить отдельно. Тут и завет с прадцами, и исход, и заповеди, данные на Синае. Но это другая тема. Но суть в том, что Бог назвал этот народ своим и отделил его для себя. То есть, осветил. Это народ отдельный, отделенный, выделенный из общей массы. При этом, сам по себе, Израиль совершенно такой же, как и все остальные. Отличают его не какие-то ему самому органически присущие качества, а выбор и отделение Бога. Святость нужно понимать, в первую очередь, именно так, а не как некий нимб над головой. Теперь давайте зададим следующий вопрос. Стал ли Израиль царством священников? Я отвечаю так. И да, и нет. Скажем так, отчасти да. Но лишь отчасти. Означает ли это, что Божий план сорвался? Ни в коем случае. Бог доведет свой план на Израиль до полной реализации. И этот народ по-прежнему отдельный. Тот уникальный факт, что евреи сохранились как отдельный народ без собственной страны на протяжении почти двух тысяч лет, свидетельствует именно об этом. Бог хранит нас. И по-прежнему считает нас отдельным народом. Потому что он еще не сделал с нами все, что запланировал сделать. Хорошо, а что насчет церкви? Новый Завет называет верующих в Вишуа точно так же. Святыми. Особенно в посланиях. При этом в каждом послании масса наставлений, что делать и чего не делать. Сюда не ходи, туда ходи. Что же это за святые, спрашивается? Которых нужно постоянно наставлять на путь истинный. Да точно такие же, как и народ Израиля. Святые не потому, что они над головами. А потому, что Бог выделил из общей массы и начал что-то делать в жизни этих людей. Если бы Бог уже завершил свою работу, то наставления, конечно, были бы действительно не нужны. Но работа не закончена. С верующими. Как и с Израилем. И потому тут есть второй важный момент. Предварительный характер всех наших заявлений о чьем бы то ни было статусе. Сегодня мы, да, называемся святыми. А что будет завтра? С одной стороны, Писание дает нам уверенность в нашем спасении, как в нашем сегодняшнем статусе, так и в завтрашнем. Но неоднократно заверяет нас в том, что мы рождены от Бога, что мы Его дети, что мы свои Богу, а не чужие. Мы в Мессии Ишуа, мы в ветви лозы и так далее. Благодатью вы спасены дважды, говорит Павел в послании общине Эфеса. Говорится также о том, что Бог сохранит нас для своего царства. Но означает ли это, что спасение наше завершено? Нет. Писание также говорит о том, что мы должны совершать свое спасение, причем как? Со страхом и трепетом. То есть определенная часть нашего спасения совершается, или во всяком случае должна совершаться, по мысли Павла, сейчас, в настоящем времени. Более того, Новый Завет содержит тексты, которые, ну, как бы сказать помягче, ну, не дают расслабиться. Ишуа говорит, что на лозе нужно пребывать, иначе ветвь засохнет и будет брошена в огонь. Павел говорит, что в благости Божьей нужно пребывать, чтобы не встретиться с его строгостью, и не оказаться отсеченным от благости или от маслины. Совершенно реальный пример того, как это происходит, как раз-таки тот самый народ Израиля, о котором он пишет в этой главе «Наш народ», о котором мы сейчас говорим. Гены правоцев, как выясняется, это не гарантия спасения, а лишь возможность. И возможность не исключительная, потому что со временем ее получают люди, не имеющие к еврейским патриархам никакого генетического отношения. Последние становятся первыми, первые, последними. Все как-то очень неоднозначно получается, правда? А почему? А потому что все не окончательно. Все еще находится в динамике, в развитии. Бог еще не завершил нынешнюю фазу истории. И последнее слово будет не за нашей теологией, а за самим Господом, когда Он вернется. Кто свой, кто чужой, и кому это известно? Ему это известно. Познал Господь своих. А вот если мы начнем сортировать людей на праведников и грешников, то неименуемо сделаем ошибку, потому что сами еще, ой, какие грешные. Для того Ешо и рассказал притчу о добром семени и плевелах, в которой хозяин осадил ретивых рабов, предложивших повыдергать плевелы раньше времени. Он сказал им, чтобы до времени жатвы они ничего не трогали, чтобы по ошибке не выдернуть вместе с плевелами и пшеницу. А что такое жатва? Когда же будет полная ясность в этом важном вопросе, кто есть кто? Жатва, говорит Ешо, есть кончина века, то есть конец нынешнего периода времени. И выдергивать плевелы будут ангелы в этой притче, а не люди. Ешо сам разъясняет ее смысл и говорит, кто будет заниматься этой работой. И только тогда все точки над И будут расставлены окончательно и, вероятно, всех нас ждут сюрпризы в тот день. Надеемся, что приятных сюрпризов будет больше, чем неприятных. А для этого есть две практических рекомендации, которые я даю, прежде всего, конечно, самому себе. Рекомендация первая – не спешить с окончательными выводами о людях. Кого могила исправит, а кого она не исправит, решать не нам. И не нам это знать дано. Не судите никак прежде времени. Трудно, но с Божьей помощью возможно. И вторая рекомендация – продолжать молиться за спасение как свое собственное, так и других людей. Как евреев, так и неевреев. Не в панике, в страхе, но горячо и серьезно. С верой в то, что эти молитвы необходимы и что Бог их слышит. И, конечно, не только молиться, но и делать все остальное, что Господь говорит нам с вами. Спасибо. Шалом.